Дорожный транспортный происшествий Ну, скажем, с начала этого года, за 10 месяцев Действительно, были уже подведены у нас итоги за 10 месяцев 2015 года На территориях Артемовского городского округа было зафиксировано 1423 дорожно-транспортных происшествия, где повреждения получили только транспортные средства Эта цифра была снижена на 13% по сравнению с прошлым годом Что хочется отметить, что произошло снижение дорожно-транспортных происшествий, где пострадали люди В этом году произошло таких дорожно-транспортных происшествий 154 В том году была цифра 246 212 человек в ДТП у нас получили различные телесные повреждения Также удалось значительно снизить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях Всего за 10 месяцев этого года на территориях города погибло 9 человек В том году эта цифра составляла 21 человек Но все равно много, на мой взгляд Ну, без этого никак, к сожалению Люди продолжают нарушать правила дорожного движения, грубо пренебрегая элементарными правилами И такие тяжкие последствия все-таки имеют место быть на дорогах Ну, вот эти вот происшествия со смертельным случаем Это чья вина в большей степени водителей, пешеходов или может быть обоюдная? Вы делали такой анализ? Наибольшее количество погибших в ДТП связано со столкновениями транспортных средств То есть нарушение скоростного режима? Нарушение скоростного режима, да, выезд на встречную полосу Езда не в трезвом состоянии? Ну, в нетрезвом состоянии всего было зафиксировано 4 ДТП, где пострадали люди То есть, а в том году было 6 То есть, тоже идет снижение по этому направлению Там, где пешеходы явно нарушили правила дорожного движения Всего лишь 2 случая было, что пешеходы переходили в неположенном месте Не обязательно должно произойти происшествие, если пешеход нарушает правила дорожного движения И водитель может тоже не остановиться перед зеброй? 2 ДТП было, где водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в установленном месте Какая ответственность наступает? Ответственность идет по статье 12.24 Кодекса об административном правонарушении В зависимости от тяжести вреда здоровью, которое было причинено пострадавшему Либо легкой степени, либо средней тяжести Предусматривает ответственность лишение права управления на срок до полутора лет Я внимательно посмотрел сводку дорожно-транспортных происшествий по Приморскому краю И для себя отметил, что город Артем там практически не значится Конечно, происходят дорожно-транспортные происшествия, но они не попадают в сводку Вот на этом фоне наш город, на фоне краевой сводки, выглядит довольно так уверенно За счет чего удалось снизить количество правонарушений на дорогах? Повлияло ужесточение наказаний за различные виды нарушений правил дорожного движения Значительно повысили суммы штрафов, что также повлияло на сознание как водителей, так и пешеходов Также хочется отметить, что работа сотрудников ГИБДД ведется по принципу Особое внимание уделять нарушениям, которые влияют на аварийность на дорогах города То есть мы выявляем и работаем и с нарушением ПДД пешеходов Выезд на встречную полосу, скоростной режим Каждую неделю проводим рейдовые мероприятия поваления водителей в состоянии опьянения Ну все это в совокупности, так же, что сознание граждан повысилось В совокупности дает нам такие положительные результаты А мне кажется, что на снижении роста дорожно-транспортных происшествий Сказался немаловажный фактор Это отремонтированные дороги Действительно, в этом году, да, качество дорожного покрытия у нас в городе На мой взгляд, достаточно хорошее Своевременно наносится соответствующая разметка Которая должна быть по ГОСТу нанесена Знаки приводятся в соответствующий вид Исправно работают светофоры Исправно работают светофоры Хочется отметить, да, что в случае выявления каких-то недостатков Буквально в считанные часы работа светофоров нормализуется Если где-то выявлено, там, светофор перестал работать Либо какой-то сигнал светофора не работает должным образом Все это тоже влияет, конечно Сейчас с введением новой объездной дороги на находку Наверное, количество правонарушений настолько снизится Что сотрудникам ГИБДД и делать будет нечего Я думаю, работа всегда найдется Я тоже думаю, что найдется Тем более, что впереди у нас зима А это значит снегопады, гололед и прочие стихийные бедствия Сейчас вышло постановление правительства, да, так его можно назвать Или это внутренний циркуляр О необходимости иметь зимнюю резину на всех автомобилях Двигающихся по дорогам Российской Федерации В принципе, и раньше так было Зимой на зимней резине, летом на летней Но сейчас еще ввели какие-то дополнительные штрафы Вот об этом расскажите подробнее С 1 января 2015 года на территорию Российской Федерации Вступил технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств Согласно которого все водители у нас обязаны иметь Подходящие шины по сезону на своих транспортных средствах Также с 1 января 2015 года были Вступили, вернее, в законную силу Правила дорожного движения Изменения в разделе 5 Перечня основных неисправностей При которых запрещена эксплуатация транспортных средств Таким образом, в настоящее время На территории Российской Федерации В зимнее время Это у нас в месяце, понятно, декабрь, январь и февраль Разрешается эксплуатация транспортных средств С шинами, предназначенных для эксплуатации На обледенелых, либо заснеженных покрытиях На этих шинах должны быть нанесены специальные символы В данном случае Это горная вершина с тремя пиками И внутри будет размещена снежинка Которая разрешает движение по гололеду и по снегу Также допускается движение с шинами С маркировкой М плюс С То есть грязь плюс снег И также дополнение такое Что величина протектора При движении зимой На этих шинах должна быть не менее чем 4 мм Ответственность за данное нарушение Если будет инспектором выявлена Будет предусмотрена статьей 12.5 часть 1 То есть управление транспортным средством С техническими неисправностями И предусматривает наказание В виде предупреждения Либо штрафа в размере 500 рублей Выходит, что инспектор на дороге Остановив машину Будет еще и с сантиметром Или с миллиметром Измерять высоту протектора Так? Это и раньше делалось Но сейчас особое внимание Мы будем уделять Именно наличию соответствующих символов На покрышках шин Ну и величину протектора Также будем замерять С помощью специальных приборов Надо будет проверить свои шины Есть ли там у меня специальные знаки Или их нет А неправильная парковка Вот довольно часто встречающиеся правонарушения Но о которой мы очень мало говорим Какие виды наказания за это предусмотрены? Штраф 1500 рублей В данное время составляет Нарушение правил остановки стоянки транспортных средств В последнее время Значительно уменьшилось количество Угонов транспортных средств На территории Артемовского городского округа Как вы считаете С чем это связано? На территории Артемовского городского округа За 10 месяцев было совершено 82 факта хищения Неправомерных завладений Транспортными средствами В том году эта цифра составляла 124 Сотрудниками ГИБДД В частности города Артема Было задержано 24 транспортных средства Которые находились в розыске у нас В том году мы задержали лишь 17 транспортных средств С чем связано снижение угонов? Ну я думаю, что сейчас Большинство граждан у нас Собственников транспортных средств Все-таки ставят на свои транспортные средства Автомобильные сигнализации Сто процентов автомобилей Оснащены системами сигнализации Лица еще не установлены Кто совершил эти правонарушения Но автомашины не были оборудованы сигнализацией Ну и ужесточение ответственности Как бы раскрываемость достаточно высокая Данного вида правонарушений Сейчас очень многие автовладельцы Оставляют свои автомобили Не на специальных местах охраняемых А прямо по дворах Казалось бы для мошенников Бери понравившуюся машину И угоняй Тем не менее Угоны снизились Количество угонов снизилось Как мы знаем Опять же с помощью средств массовой информации В последнее время задержано Достаточно большое количество групп Которые специализировались на угонах Кражах авто-мототранспорта Все лица были задержаны Работа постоянно ведется В этом направлении Имеется специальный отдел ВОД Приморского края Отдел розыска по транспорту Который на данный момент Очень хорошо работает Алексей Александрович С одной стороны это очень хорошо Когда человек может подъехать К собственному подъезду И на стоянке для автомобилей Поставить свою машину А с другой Количество автомобилей Настолько увеличилось Что поставив Во дворе несколько машин Специальные машины Там скорая помощь Либо это Машины полицейские Либо это могут быть машины Коммунальных служб Они просто не могут заехать во двор Такие факты Мы незамедлительно реагируем Как только поступает информация К нам в дежурную часть Либо в дежурную часть отдела Органов внутренних дел По городу Артему Незамедлительно реагируем Наряд выезжает По адресу Где допущено такое нарушение Устанавливаем Виновника Кто заблокировал проезд Оставил свое транспортное средство Если транспортное средство Мешает проезду Других транспортных средств Согласно действующего законодательства У нас разрешена Эвакуация транспортного средства Вызывается эвакуатор Ставим машину на специализированную стоянку И потом Когда владелец приходит за машиной Выносим ему постановление Наложение штрафа То есть мы реагируем Обязательно в порядке На все такие случаи В некоторых городах Российской Федерации Возрождается такая Форма работы Органов ГИК БДД Как скрытое наблюдение За дорогой У нас в Артеме Это практикуется или нет Или только это в центральных городах Российской Федерации В настоящее время Конечно это только Идет у нас В центральных Городах Российской Федерации Где Начальником Главного управления ГИБДД Практикуются данные Меры работы Сотрудников ГИБДД И сейчас Я думаю В ближайшее время Поступит В качестве эксперимента Когда сотрудник ГИБДД Садится за руль Обычного автомобиля Едет в потоке движения И наблюдает За окружающими Его автомобилями И по радиостанции Будут передавать Выявленные нарушения В процессе движения Нарядам Которые будут Находиться по пути следования Чтобы те останавливали И привлекали к ответственности водителей Очень серьезные На мой взгляд Нарушения Правил дорожного движения Это езда В нетрезвом состоянии Вот в связи с общим Снижением Количество правонарушений У нас уменьшилось Количество нетрезвых водителей С начала года Мы выявили 630 водителей В состоянии опьянения Каждому из которых Было вынесено наказание В виде штрафной санкции 30 тысяч рублей И лишение права управления На срок до двух лет Также хочется отметить Что продолжает иметь место На территории города У нас управление транспортным средством Лицом находящихся Состояние опьянения Повторно севшим за руль Ранее в течение года Привлеченным к ответственности За управление транспортным средством Состояния опьянения Насколько я знаю Это уже уголовная ответственность То есть Можно получить реальный срок Да Действительно За данное нарушение Уже предусмотрен Законодательством Уголовное наказание И ответственность Предусмотрена статьей 264 Примечания 1-го уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время на территории города с 1 июля мы уже возбудили 20 таких уголовных дел. 9 уголовных дел из них направлено в суд для принятия, для вынесения судом приговора. Один приговор уже вступил в законную силу в отношении водителя, который допустил повторное нарушение, сел за руль в нетрезвом состоянии. Приговор 200 тысяч рублей и лишение права управления на срок 2 года. Почему-то многих водителей на территории города это не останавливает. Хочется обратиться, чтобы не допускали, не портили себе дальнейшую жизнь и свою судьбу. Алексей Александрович, я знаю, что сотрудники ГИБДД города Артема, да и не только города Артема, наверное, во всей России, огромное внимание уделяют пешеходному движению. Но, на мой взгляд, мало кто обращает внимания на движение по дорогам без транспортных средств. Или, вернее, это не движение, а, наверное, передвижение. То есть человек может идти просто по проезжей части, и никто не будет на это обращать внимания, даже сотрудники дорожно-патрульной службы. Почему вот так вот? Нет, наверное, не предусмотрено какое-то наказание или что? Почему это происходит? А ведь такая картина очень часто случается на дорогах. Движение по проезжей части разрешено вдоль края проезжей части на встречу транспортному потоку. Пешеходы должны передвигаться. Если они идут посередине проезжей части, то это, соответственно, идет нарушение пункта правил 4.3, правил дорожного движения Российской Федерации, и за данное нарушение предусмотрено наказание. Кого-нибудь наказали? Ну, я могу назвать цифру, что порядка 2900 человек мы привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Выписаны либо предупреждения, либо штраф в размере 500 рублей. Но если смотреть от общего количества, что сотрудниками ГАИ было выявлено 20,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, всего из них, 2900, это были пешеходы. То есть, основная масса нарушителей, это у нас все-таки водители транспортных средств. Хорошо, давайте в завершение нашей беседы поговорим о приятном. Интернет пестрит сообщениями о том, что с 1 января штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, сумма штрафов будет значительно снижена. Проясните ситуацию в этом направлении. Существует федеральный закон Российской Федерации номер 437 от 22 декабря 2014 года о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который вступает в законную силу с 1 января 2016 года. В данном законе прописано, что при уплате административного штрафа лицом подвергнутым административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно по главе 12 кодекса об административных правонарушениях, административный штраф может быть уплачен в размере половины наложенного штрафа, но если это будет сделано не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. То есть в том случае, если лицо осознало, что оно нарушило правила дорожного движения, согласно с допущенным нарушением, гражданин у нас может с 1 января, опять же повторю, если он будет привлечен к ответственности с 1 января, может оплатить половину наложенного штрафа. Однако эта норма не ко всем составам административных правонарушений относится, оно не будет касаться грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление в состоянии опьянения, неуполнение законного требования сотрудника прохождения медицинского свидетельства, где штрафы, помимо лишения права управления, идет наложение штрафа в сумме 30 тысяч рублей. И все составы повторные, такие как повторное нарушение грубого скоростного режима, повторный проезд, но запрещаясь сигнал светофора, и повторный выезд на полосу, предназначенный для встречного движения. Немножко парадоксальная ситуация. Человек ведь не платит страх не потому, что он не хочет заплатить, а может быть по большей части от того, что он не может заплатить. Если лицо, как вы говорите, осознало, а кошелек не может рассчитаться. Здесь я с вами не могу не согласиться. Огромные штрафы у нас ввели, опять же, за грубые нарушения правил дорожного движения. В большинстве составов административных правонарушений штрафы составляют от 500 до 1500 рублей. Штрафная санкция идет. А за грубые нарушения я согласен. За выезд на встречную полосу там идет либо лишение, либо штраф в размере 5000 рублей. За езду в нетрезвом состоянии штраф 30 тысяч рублей. За нарушение перевозки крупногабаритных грузов также идет большой штраф. Основные составы, это они в принципе... Ну, инспектор всегда может понять человека, водителя, войти в его положение и отделаться устным предупреждением. Ведь так, ведь не звери же на дорогах стоят. Устное предупреждение там не предусмотрено. А, вот как, не предусмотрено. Хорошо, Алексей Александрович, объясните тогда вот такую ситуацию. Инспектор ДПС останавливает автомобиль. Обязательно эта машина будет пробиваться по базе. Правильно? И обязательно, если у водителя неоплаченный штраф, обязательно эта информация всплывет. Вот действия инспектора. В случае выявления неоплаченного штрафа. Да, в случае выявления неоплаченного штрафа ГИБДД. И просроченного штрафа. Давайте я опять же поясню. В настоящее время у нас введена в эксплуатацию государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. Такая система называется ГИС ГМП. То есть гражданин, которому назначено административное взыскание в виде штрафа, идет в банк, оплачивает назначенное административное взыскание. Согласно статье 32.2 Кодекса об административных правонарушениях банк обязан незамедлительно информацию об уплате штрафа выложить в систему ГИС ГМП, который я сейчас сказал. Данная система у нас работает с базой данных административная практика. То есть информация автоматически появляется в нашей базе данных. Инспектор ДПС, остановив водителя и при проверке по базе данных выявив тот факт, что штраф не оплачен, задерживает гражданина, собирает необходимый материал, составляет протокол по части первой статьи 20.25, то есть неуплата штрафа в установленный законом срок на данное время до 1 января, это 60 дней, и доставляет нарушителя в отдел внутренних дел, где он также дактилоскопируется, после чего доставляется к мировому суде для принятия решения, так как мировой судья у нас только в праве вынести наказание по статье 20.25, часть 1. То есть получается, неоплаченный штраф это то же самое правонарушение, только с более серьезными последствиями? Вплоть до ограничения свободы. А если, предположим, и такие факты были, случаи происходили, когда банк вовремя не уведомил соответствующие компетентные органы, и я сам сталкивался, по 2 недели, по 10 дней банк не присылал уведомления, что делать в таком случае водителю? В таком случае водителям я бы посоветовал до того, как вы убедитесь, что штраф действительно занесен в базу данных, возить с собой подтверждение информации. Как сказано, опять же, в той же статье 20.25, при отсутствии информации об уплате штрафа. То есть если информация у человека на руках есть, что он оплатил штраф, он не может быть привлечен по статье 20.25 к ответственности. Уважаемые телезрители, непременно оплачивайте штрафы, если они вам выписаны, но лучше всего не нарушайте правила дорожного движения, дабы не попасть в такую ситуацию, как попадают многие водители на территории Артемовского городского округа. Это был Алексей Александрович Майоров, командир отдельной роты ДПС ГИБДД города Артема. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!